правильное питание я его делаю на основании золотые правила питания такая книга у меня я много работал над этой темой и теоретически и практически до тех пор пока эта тема не перестала меня волновать о питании не хочу сказать что я узнал все но по крайней мере то что здесь и сложено редко бывает в каких-то других источниках и так лекция первая о правильном питании что должен знать человек который действительно хочет быть здоровым познать себя питание должно быть правильным и индивидуальным множество толкований разделение названий и диет лишь сбивают человека с толку хотя все это имеет место быть но во всем этом надо разбираться я прочитал множество книг по питанию и опробовал их рекомендации что очень важно в результате выбрал то что действительно ценно и приемлемо это сокровищница перед вами воспользуйтесь ею разумно многое что не написано о питании прямо вытекает само собой из текста чтобы я еще добавил вот сейчас есть научные выкладки есть найти такие красивые логические рекомендации но если все это на практике не работает значит это все ложное и надо просто-напросто отмести и по новой пересмотреть всю эту теорию и логику чтобы это соответствовало практике можете взять это в качестве цитаты и так у нас тут целое оглавление мы с вами начнем с темы 1 пищеварительная система человека сюда входит введение в науку питание человека 2 некоторые философские рассуждения о питании сюда подразделами входит из чего возникает строится и поддерживается физическое тело человека то есть мы с самого начала берем быка за рога 2 среда обитания тела и пища очень интересный раздел мало о нем где либо говорится 3 эволюция пищеварения и ее отображение в организме человека 4 механизмы отбора переваривания и усваивания пищи далее у нас идет большой раздел физиология пищеварения пищеварительная система человека вкратце о ферментах и энзимах рот и зубы желудок тонкий кишечник поджелудочная железа печень тощая тонкая кишка устройство кишечной стенки пищеварение в тонком кишечнике толстый кишечник кров кровеносная система межклеточная жидкость и соединительная ткань то есть говоря о пищеварении мы думаем что это только пищеварение в кишках и так далее нет пищеварение участвует вообще-то весь организм регуляции потребления пищи работа пищеварительной системы как единое целое и ее надо рассматривать только связи с работой всего организма роль микрофлоры пищеварения роль брюшного мозга и кишечной гормональной системы пищеварения оказывается у нас пищеварительной системе существует свой собственный мозг который взаимодействует центральной нервной системы и даже существует своя гормональная система которая также существенно влияет и настраивает гормональную систему всего организма далее идут другие характеристики пищеварительной системы заключение к этой главе и четвертое практические рекомендации по нормализации работы желудочно-кишечного тракта то есть как бы сказать итог вытекающий итог из вот этой первой темы и так мы с вами начинаем вступительное пояснение книги эта книга написана для того чтобы человек понял как ему правильно питаться принципе я написал ее сам для себя в мире существует масса рекомендации по питанию и ряду смежных вопросов связанных с питанием невольно возникает первый вопрос на какие знания необходимо опираться чтобы собственное питание было правильным лично я для себя выделил пять главных тем первая тема необходимо знать как устроена и действует пищеварительная система человека это базовое понятие без которого говорить о правильном питании просто нелепо вторая тема взаимодействие пищи с человеческим организмом в зависимости от вида качества и способа приготовления пищи мы тем или иным образом влияем на организм надо выяснить в чем состоит это влияние его положительные и отрицательные стороны зная это мы уже с вами можем поддерживать здоровье можем излечиваться от разного рода заболеваний не зная это мы наживаем себе болячки которые пытаемся лечить с возможными таблетками и прочим 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 не получая при этом положительных результатов третья тема зная содержание двух первых тем можно приступать к самому главному по отбору индивидуального питания для себя оказывается чтобы это грамотно сделать надо знать особенности собственной конституции как на нее влияет те или иные продукты и способы приготовления практика показала что без знания особенностей индивидуальной конституции первые две темы работают крайне плохо то есть нам важно понимать от чего зависит индивидуальные потребности в пище вкусовые потребности так далее все мы по-разному питаемся все мы имеем свои любимые продукты и нелюбимые а почему четвертая тема существует целая отрасль знания о пищевых продуктах и правильном приготовлении пищи она бескрайняя но мы должны об этом иметь хотя бы общее представление эта тема дана в книге как краткий справочный которому можно обратиться в любой момент пятая тема практика применения питания в лечебных и профилактических целях вроде бы мы охватили все необходимые темы о питании но тем не менее остаются некоторые вопросы как питаться человеку во время болезни в старости что представляет собой биологически активные добавки к пище вскармливание младенцев что собой представляет макробиотика прием пищи и религии и ряд других вопросах связанных с питанием вегетарианство сыроедение праноедение так далее пройдя указанные темы мы в целом поймем как нам самим необходимо питаться чтобы чувствовать себя здоровым любой ситуации а сейчас я очень кратко дам самые главные рекомендации по питанию подробные объяснения которых вы найдете в соответствующих темах первое питайтесь пищей полученной или выращенной в вашем регионе проживания это примерно 500 километров по радиусу от места вашего проживания второе старайтесь потреблять свежеприготовленную и вкусную для вас пищу и желательно чтобы она была цельная это очень важно третье кушайте тогда когда проголодаетесь четвертое кушайте не спеша тщательно жуя и хорошенько смачивая пищу слюной пятое почувствуя первые признаки насыщения прекращайте прием пищи вы уже наелись вот эти пять золотых правил питания помогут вам правильно питаться обоснованию их посвящена целая книга